Итак, тема сегодняшнего урока – свойства прямоугольных треугольников. Записываем. Учитель – это призвание. С известной фразой Дмитрий Григорьев согласен полностью. Его работа требует стопроцентной отдачи. Привить интерес учеников к своему предмету – задача сложная, но выполнимая. Достичь её помогает два способа – нестандартная подача материала и отношение к детям, рассказал педагог. Например, тот же самый парковый урок, когда мы выходим за пределы кабинета и проводим эти уроки геометрии на улице, когда они сами могут всё попробовать. Ну и плюс ещё само отношение к детям, наверное, вот это самое главное, что если ты не будешь любить детей, то и ребёнок это не увидит, то что бы ты ему ни говорил, как бы ты ему ни преподавал, как бы ты ему всё ни рассказывал, то он также относиться к вам будет. В конце марта Дмитрий Григорьев одержал победу в городском этапе Всероссийского конкурса «Учитель Годы России». Как признаётся педагог, подготовиться к такому серьёзному конкурсу ему помогал коллектив родного лицея. Спасибо моей команде. Вот если бы не команда лицея, с которым мы всё вместе и продолжаем дальше готовиться, то одному это сделать нереально. Команда всегда поддерживает, команда всегда помогает, где-то похвалит, где-то наоборот какие-то жёсткие слова скажет, но тем самым наоборот мы исправляемся. Ну без команды ничего бы этого не получилось. Финал регионального этапа проходил 11 мая на площадке точки кипения Мининского университета. Участники провели очно для зрителей членов жюри мастер-классы и в заочном формате внеурочные мероприятия со школьниками. В видеоформате Дмитрий Григорьев раскрыл жюри свои секреты профмастерства. Всё очень просто. Вот мои слагаемые успеха. Всё могут пять пальцев, если их достать из кармана. Веди ученика, но не тяни его за собой. Побуждай, но не заставляй. Указывай на путь, но позволь ему идти самостоятельно. Вот так и учитель. Его роль мало, его роль огромна. И какие бы технологии нас ни окружали, поставить ребёнка именно в ту точку, откуда видна радуга, может только учитель. Борьба была напряжённой. За победу боролись сильнейшие. Но вот итоги подведены и на церемонии награждения после слов ведущего и победителем становится звучит фамилия Дмитрия Андреевича. Однако на этом испытания не заканчиваются. Впереди ещё одно, самое ответственное – представлять область на федеральном этапе уже этой осенью в Тюмени и в Москве. Желаем Дмитрию Григорьевичу новых успехов.